Музыка Я долго утешал себя мыслью, что у нас до сих пор полностью не скурвились полиция и судебная система. Оправдание Кайла Риттенхауса утешило меня еще больше. Но в эти выходные я наткнулся на судебные документы, свидетельствовавшие о том, что нынешняя культурная революция уже вгрызается и в наше судопроизводство. Теперь по порядку. На днях в Манхэттенском федеральном суде признал себя виновным в организованной преступной деятельности 29-летний житель Бруклина Давид Ягаян, проходящей по делу группировки под названием «Чистая армянская кровь» или PAB от английского Pure Armenian Blood. Из материалов дела, однако, яснует, что по крайней мере часть записанных в ББР разговоров фигурантов дела переводилась с русского языка. В пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка приводятся слова ее главы Дамиана Вильямса, заявившего, что, будучи членом комплексной преступной организации, действовавшей на обоих побережьях страны, Давид Ягаян обогащался за счет хищения чужих личных данных и подделки документов и тратил чужие деньги, в чем он признался сегодня в суде. Теоретически Ягаяну грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не названа. Дело, по которому проходят 7 человек с армянскими фамилиями, и которое официально называется «США против Нарака Марутяна», было завизировано большим жюри 3 декабря прошлого года. По словам прокуратуры, преступная деятельность группировки проходила под руководством и под защитой вора в законе, который закодирован как CC1. О нем сообщается лишь тон армянского происхождения, прежде базировался в Лос-Анджелесе и был депортирован примерно в 2018 году. Я думаю, что речь идет об армении Казаряне по кличке Бзо, приговоренном в том же суде у меня на глазах к пустячному сроку в 37 месяцев. В одном из судебных документов, однако, упоминаются два вора, которые ввели борьбу за руководство армянской крови и получение с нее денег. Помимо преступлений, в которых сознался Ягаян, члены организации промышляли аферами с платежными и кредитными картами. Они обкрадывали в основном жителей финансового учреждения Нью-Йорка, но орудовали и в других городах США и за границей, где держали якобы законные компании. По словам прокуроров, Ягаян участвовал в широком диапазоне преступных промыслов армянской крови, в частности, пользовался поддельными кредитками, обманом открывал и расходовал кредитные линии, а потом подделывал документы с тем, чтобы очистить кредитную историю лиц, на чье имя они были открыты. Наконец, он производил закупки в компаниях сообщников, платя кредитками, которые либо были фальшивы, либо получены обманным путем. Большинство обвиняемых были арестованы 8 декабря прошлого года в Калифорнии и во Флориде. Марутян ушел в бега, но ненадолго. Он почти неделю отсиживался в Калифорнии, а потом явился с повинной. 16 декабря прокуратура направила в суд ходатайство о том, чтобы Марутяна не выпускали под залог. В нем она попутно сообщила, что узнала об использовании группировкой скиммеров, то есть устройств, позволяющих скачивать данные из чужих платежных и кредитных карт. Этот прием давал аферистам возможность платить чужими картами за товары или вынимать наличность из банкоматов. По словам прокурора, в ДНК Марутяна была обнаружена на скиммере, который нью-йоркская полиция нашла на бензонасосе бруклинской автозаправки. Начиная с декабря 2019 года ФБР начало прослушивать один из мобильников Марутяна и за следующие 120 дней собрало богатый урожай его разговоров с сообщниками, в которых обсуждались разные преступные схемы, в том числе скимминг. Как стало известно благодаря этим прослушкам и разговорам, которые параллельно записывал некий тайный осведомитель, мошенники делали покупки на кредитные карты и потом отказывались платить, либо оспаривали отчеты о своей кредитной истории. В разговорах также упоминался конфликт между двумя ворами, которые претендовали на получение дани от этой группировки. Компромат Марутяна собирался годами, благо это было далеко не первое его дело. В сентябре 2015 года его взяли в Лос-Анджелесе за кражу личных данных и обыскали его мобильник. В декабре 2015 года нью-йоркская полиция арестовала его за хранение ворованных кредиток и обыскала другой мобильник, а заодно его облачное хранилище. Добыча следователей включала фотографии выписок из банковских счетов, кредиток, собесовских карточек, заявлений на получение кредитов и чужих банковских чеков, инкриминирующую переписку сообщниками, вещи с символом чистой армянской крови, это бородатый мужчина в короне и с буквами PAB на месте глаз, воровские звезды, снимки членов группировки, маршруты полетов и фото оружия. Следователи также перехватили и обыскали посылку, адресованную Марутяну и присланную его родственнику. Она содержала ноутбук, в который было загружено ПО для перекодирования кредиток, их считыватель и кодирующее устройство. Конец я расскажу в понедельник. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин